Вот такие же отвращения, и по нему можно, например, в подводной лодке точно знать направление вверх. Примерно так. Вот сейчас он закреплен, здесь такой тяжелый-тяжелый маховик, который... Сейчас я его раскручу. Вот, и можно наблюдать такое интересное явление. Значит, как бы основание не поворачивалось, вертикальная ось, вращающаяся тело, она сохраняет свое направление. Вот. Значит, второй интересной особенностью... Сейчас его надо будет раскрутить по новой. Значит, вторая особенность такая. Значит, если я надавлю сейчас сюда, то он будет поворачиваться не в ту сторону, в которую я давлю, а в совершенно другом направлении. Значит, о том, как это используется в навигации, я расскажу чуть дальше. Значит, у гироскопа есть два очень полезных свойства. Значит, одно – это свойство сохранять свое направление вращения. Значит, а второе – свойство такое интересное, что момент, приложенный в одном направлении, передается в другом. Значит, слово «навигация», оно, его морского происхождения, оно происходит от слова «плыть на судне». Вот. Значит, но проблема определения своего местоположения и ориентации – это проблема очень древняя. Значит, у, скажем, у пещерных людей, от этого зависела их жизнь. Потому что выйти из пещеры и не вернуться – это обречь себя на мучительную смерть либо от голода, либо от когтей, значит, диких животных. Вот. Как в древности люди определяли свое местоположение или куда им стоит идти? Как вы говорите? Звезды. Звезды. А еще? Возможно, не оставляли какие-то метки. Метки – тоже вариант. А еще? Реки. То есть делать свои поселения на реках и ходить более-менее вдоль русла реки. Реки, совершенно верно. Значит, вот то, что вы сказали, в общем и целом можно определить так. Это какие-то видимые, значит, крупные объекты, которые не меняют своего местоположения очень длительное время. Значит, горы, реки. Значит, и действительно, многие маршруты путешественников, они происходили… Проще всего выйти к какой-нибудь реке, значит, а куда река течет и куда она уходит, известно. И шли по берегу реки. Вот. В отличие от определения своего местоположения по звездам, значит, когда от тумановой плохая погода звезд не видят. Вот. Значит, например, кто слышал про александрийский маяк? Реки. 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 Его землетрясение разрушило. Вот. Ну, там на самом деле что происходит? Значит, александрийский маяк – это одно из семи чудес света. Значит, он стоял на острове Форос. И по разным свидетельствам его было видно на расстоянии, там, от 50 до 80 километров. Вот. Значит, соответственно, мареходы, когда они видели маяк, они понимали, что там находится, во-первых, берег, во-вторых, рядом есть риф, и надо быть, значит, осторожным. Потом там произошло, как бы, побережье ознедело, значит, надобность в маяке стала отпадать, значит, его перестали поддерживать. Потом землетрясение, в общем, он был разрушен, потом мы его вместе построили крепость. Вот. Вот, кстати, есть, значит, верство, что александрийский маяк использовали для определения радиуса земли. То есть, если они считают, что это другое, то они очень трудно получатся. Вот представьте себе, что здесь находится маяк. Значит, для маяка высота была приличная – это 120-130 метров. Это чуть пониже главного здания. Теперь представьте себе, что здесь находится наблюдатель, и он находится как бы на максимальном удалении. Значит, если он чуть дальше от маяка удаляет, значит, отходит, то он уже маяк теряет иную. Значит, соответственно, это получается… Касательно. И самое еще… Касательно. Вот. Значит, и зная расстояние и высоту… Можно радиус найти. Можно радиус найти. Можно радиус найти. Да. Так вот, значит, маяк – это тоже одно из таких искусственных построений, которое помогало людям, значит, ориентироваться. Но это такое локальное ориентирование совершенно не позволяет определить направление движения произвольной точки. И, скажем, те же реки пешеходным исследователям они помогали. А самая большая проблема – это в море. Потому что, когда корабль находится в море, то кругом ничего не видно. Вот. Значит, более того, я наблюдал такой интересный, значит, эффект. Когда мы там отплываем от берега на гидроцикле, значит, там говорят, вы, говорит, далеко не отплывайте, потому что, когда вы будете возвращаться, значит, вы не будете видеть, куда плыть. Я думаю, да ладно, значит, вот берег, там яркие какие-то сооружения. То есть, как бы, с берегом, мне кажется, что он, как бы, имеет особенности, которые будут хорошо видеть. Значит, ну, отплыв на какое-то не очень большое расстояние, значит, повернувшись, я обнаружил, что весь берег, как бы, это одинаковая сплошная линия, и там никаких особенностей нет. Значит, и понять, куда же плыть практически невозможно. Поэтому у морехода в этом плане были большие сложности. Вот. Но, заметили несколько интересных особенностей. Первое. Как вы думаете, каким был первым такой навигационный прибор? Квадрант. М? Квадрант. Еще раньше. Компас. Компас. Значит, на самом деле он был не морской, его придумали китайцы. Вот. И придумали для... Значит, есть еще другое, значит, место, в котором сложно ориентироваться. Значит, точно так же, как нам говорят, пустыня. Деревьев нет никаких, одни пески, как бы, все одинаковые. Вот. Значит, китайский компас, он... Ну, его врезать с бомбой. Сейчас была такая, значит, достано, в которой находилась такая ложечка. Ложечка из магнитной руды. Вот. Значит, одну ложечку была отполирован, и, соответственно, поверхность чаши тоже была отполирован. Вот. И придаст небольшое устарение, значит, этой ложечке, она, поколебавшись какое-то время, значит, фиксировала свое направление, но, значит, вот этот вот кончик ложечки, он был направлен на юг. Вот. Погрешность его была, ну, какая-то приличная, потому что идеально отполировать нельзя, и эта ложечка, она, понятно, направление на юг указывала с какой-то погрешностью. Вот. Ну, для начала этого было достаточно. То есть, потом компас, который может сделать любой из вас. Значит, если в чашу с водой поместить пробку, значит, у нее положить иголочку. Значит, эта иголочка, значит, направится на север. Вот. И уже на основе подобного конструкса, не только без воды, а на четырёчке. Стрелочку потом заменили ромбиками, чтобы было видно, придумали, значит, компас. Значит, у этого устройства есть один существенный недостаток. Он должен находиться в состоянии покоя, значит, и будет горизонтальным, потому что, как только начинаешь мутопланяться, там стрелочка начинает как-то, значит, уже не совсем на север показывать. Вот. И придумали помещать опуск карданов-подвес. Карданов-подвес такое, собственно, устройство. То есть, вот, раз и два. Карданов-подвес, он нечувствительен к поворотам основания. Вот. Значит, ну, что давал компас? Значит, компас давал направление на север. То есть, если представить, что это будет земля, то здесь находится наблюдатель. Значит, если у него есть компас, он знает направление вот туда. А, как по-вашему, что такое север? Это магнитный, как в Югороде как. То есть, вот, как мы представим, по георофимическому городе, Югород называется. Вот, считается, на базу георофимов. Тут гораздо более существенный другой момент. Потому что, если считать землю даже трубой, то есть ось вращения. Значит, вот это вот место называется географический север. Значит, это, соответственно, географический Юг. Вот проблема не в том, что магнитные полюса они перепутаны, а в том, что они не совпадают. Вот. То есть, магнит указывает не на географический север. Куда-то в другое место. Вот. Но для каких-то начальных определений, где находятся мореходы, этого было достаточно. Вот. Также есть еще способ определения широты места. Значит, тут географический координат. Здесь у нас есть такой нулевой географический меридиан. Вот. Есть. Вот. Значит, вот этот угол. Это долгота. Значит, это угол между двумя меридиональными плоскостями. Значит, и есть еще широта. Если взять и померить угол между горизонтом и направлением на полярную звезду, то нетрудно показать, что вот этот угол и вот этот угол – это одно и то же. То есть, угол между направлением на полярную звезду и горизонтом он показывает широту места. Вот. И двух вот этих устройств – компаса и указателя широты места. Так, на глаз, значит, достаточно, чтобы определить, на какой широте находится коран, значит, и где находится север. Можно быть вдоль шрат, значит, и на север такими звезду передвигаться. Вот. Но, опять-таки, это все очень на глаз. Для того, чтобы произошло какое-то… Вот, скажем, как строили карты? Как карты рисовали? Значит, швейли? Проекция. Проекция? Нет, ну, до проекции, смотрите, самолетов не было, значит, карты строили. И как? Идет экспедиция, значит, доходит, скажем, до реки. Идет до реки, зарисовала реки, значит, там гору, скажем, нашли, отметили на карте. Потом начинают считать, сколько расстояния прошли, значит, до какого-то, скажем, до следующей. Значит, наносят на карты. Но все вот эти измерения расстояний, они очень примерные. Поэтому карты получались такие, очень, очень, очень примерные. С мореплавателем еще сложнее, потому что, когда корабль находится в море, значит, помимо… Что он может определить? Он может определить время движения, правильно? Значит, скорость движения корабль знает свое очень пример, потому что есть скорость относительно течения, но есть еще скорость течения. Поэтому определение пройденного расстояния на море – это вот такими подручными средствами очень грубая задача получается. В какой-то момент возникла очень острая необходимость определения своих координат с какой-то точностью более такой приличной. Вот, значит, понятие «точность» здесь нужно. Здесь первична какая-то, скажем так, физическая производственная задача, для которых эти точности нужны. Скажем, представьте себе, летит самолет, и он с какого-то расстояния может определить город сверху. Вот это вот город. Значит, но для того, чтобы включить визуальный ориентир, ему нужно попасть в какой-то вот район рядышком с этим городом, и тогда уже можно будет использовать глаза. Значит, а если он попал как бы в то место, где он город это еще не видит, то, получается, значит, ошибка эта большая и точность навигации недостаточная. Так вот, значит, возникла такая достаточно простая идея. Сейчас я ее попробую объяснить. Допустим, я сейчас стою. Значит, дальше я начинаю двигаться. Значит, я знаю, сколько я расстояние прошел. Допустим, знаю. Значит, я, соответственно, могу пересчитать и выяснить, в какой точке я оказался. Вот. Попробуем понять, как по изверениям можно как-то посчитать вот тот путь, который был пройден. Вот. И считать это, причем, значит, очень непростой системе отчета. А именно, есть инверсальная система отчета. Значит, будем считать, что ее центр находится в центре Земли, а оси направлены на звезды. Значит, есть система координат, которая связана с Землей. Значит, у нее вот эта вот ось, значит, она по оси вращения направлена. Значит, первая, вторая оси расположена вот в лотериальной плоскости, значит, и вот эта вот. Да? Вот это, допустим, нулевой меридиан. Значит, эта система координат уже не инверсциальной. Так? Значит. Теперь вот такой-нибудь движущийся объект. Значит, вот все, которые вмерения там проводятся на борту этого объекта, значит, они происходят вне инерциальной системе координат. Вот. Простой пример. Возьмем лифт, значит, и в этом лифте подвесим грузик. Значит, как вы думаете, по деформации кружинки можно понять, двигается лифт, покоится он, в какую сторону он двигается? Да. Можно. И ускорение может. Можно. Вот. Значит, давайте посмотрим, каким образом это можно сделать. Значит, абсолютное ускорение, значит, оно складывается из трех ускорений. Это ускорение относительно подвижной системы отчета. Переносное – это ускорение той точки из системы, ну, подвижной системы координат, с которой совпадает в данный момент. Значит, та точка ускорения, которой, значит, мы записываем. И еще кориолисовое устарение, которое вызвано вращением системы подвижной. Значит, оно рассчитывается по такой скорости, это векторное произведение, значит, угловой скорости вращения подвижной системы координат и переносной скорости. Значит, это ускорение, значит, у вас есть одна система отчетов, значит, неподвижная, есть вторая, которая двигается. Значит, вот, допустим, есть точка, да, есть ускорение, как бы, рассчитанное в этой системе координат, это относительное. Значит, но в неподвижной системе координат, значит, вот эта точка имеет свое ускорение. Вот, на самом деле это то же самое, что ускорение, как бы, вот, значит, вот эта точка, если мы будем говорить про тот случай, она не вращается, она двигается вот, без вращения. Да? То есть, вот, значит, вот это ускорение, значит, вот той точки подвижной системы координат, которая совпадает вот с случайными. Значит, вот это слагаемое, оно за счет вращения происходит. Так вот, допустим, масс лифт каким-то образом двигается, соответственно, система координат, система отчета, связанная с лифтом, она подвижная. Значит, будем считать, что система координат, связанная с землей, неподвижная. Для короткого отрезка времени этого достаточно. Так вот, значит, какие силы у нас действуют на грузе? Значит, это МЖ, вот, и еще, значит, сила тяжести, а еще какая? Значит, сила упругости. Можно считать, что сила упругости, она, значит, по закону ГУ, почему будет равна? Как, это, когда, это, ну, извиняюсь, то расстояние, что оно растяется. Как, квадратично. Не просто, когда это, короче, спешили. Значит, Ха. Давайте будем считать, что, в нерастянутом состоянии, во-первых, идем на такой ось Z, значит, в нерастянутом состоянии, значит, у нас Z равно будет. Соответственно, здесь можно написать Z и знак какой нужно стоит. Плюс или нега. Значит, если у нас кружинка разжимается, то Z в положительной силе будет направлено вниз. Если же кружинка растягивается, и на фоне. Так вот, смотрите, давайте будем считать, что при движении возникают колебания. Но будем считать, что у нас кружинка такая, что колебания моментально затухают, и лифт двигается, но у грузика уже скорости нет. Значит, раз скорости нету, то вот это слагаемо, оно пропадает, нет переносной скорости. И ускорение переносной. А это означает, что второй закон бетона, ну точнее здесь на данном всяком случае, будет иметь, я пока запишу это полностью, в системе, связанной с лифтом. Получается так, что в относительной системе круглоподвижной системе координат получается, что на каждом теле действует помимо настоящих сил еще какие-то силы инерции. Но на самом деле это не сик, по-моему, сик силы две. А это еще иногда употребляет термин «хажущийся в ускорении». Давайте будем смотреть ситуацию, когда скорость равна нулю, то есть вот этого члена нет, а вот этого члена нет. Получается так, что относительное ускорение есть на массу, здесь две силы. Значит, это Ng плюс Fb, да? Значит, если мы в проекте это запишем, а это будет нему. К на смещение. Значит, получается так, что если мы можем мерить смещение этого грузика, то мы можем вычислить и ускорить личную соответственно обзор. Вот получается так, что что будет, если вы относительное равно 0? Это означает, что они уравновесились. Смотрите, получается, по вот этому смещению мы всегда можем понять, в какую сторону направлено ускорение и какое оно увеличение. Значит, это такая грубая модель. Я могу не самим сказать, это потому что пружина сжалости, а мы рассмотрели за учеби, почему не у нас сейчас? Нет, значит, минус здесь стоит, потому что действие силы направлено в обратную сторону от величины информации. Ну, это смещение. Поэтому минус. Да. Просто по рисунку ускорение ускорение. Просто по рисунку ускорение ускорение. То есть, да. То есть, если направление уже оно всегда одно, а сила и кругости, то ее направление зависит только от интеграции. Так вот, значит, вот эта вот конструкция, как бы схема работы, что по некоторому смещению можно определить силу. Значит, это принцип действия прибора, который называется, у меня два названия, акселерометр и ньютонометр. Это, конечно, настоящее устройство таких приборов, но гораздо сложнее, потому что здесь есть моменты, связанные с затуханием. Значит, плюс, как вы понимаете, он должен либо из стены красаться, либо у него начнутся такие вот движения. Вот. Не будем сейчас как бы вдаваться в эти детали. Значит, главное, что мы можем по смещению как бы подвижной системе координата определить ускорение. Вот. А теперь, как связано пройденное расстояние, скорость и ускорение? То есть, оно связано вот таким соотношением. Производная скорость и это есть ускорение. Соответственно, проинтегрировано производное время. Соответственно, когда скорость, то есть скорость, то понимает, что такое интеграл. Сумма какая-то. Это плачет по крайней мере. Не пользуется на 1-3 денег. Прямо, понимаете, что это? Маленькое отступление. Давайте рассмотрим некую функцию. Здесь нужно сказать, что есть определенный интеграл и неопределенный интеграл. Это совершенно разные вещи, хотя обозначения почти такие же, но вещи это разные. Значит, не определенный интеграл – это класс функций, а определенный интеграл – это число. Значит, считается оно так вот. Возьмем, мы хотим посчитать интеграл на отрезки от адапта. Значит, разобьем его на много-много маленьких участков. И будем считать площадь вот таких вот кривых трапеций. Значит, площадь трапеции вычисляется как по сумме оснований на высоту. Значит, высота. Значит, это дельта х, но вот эти разбиения сделали одинаковые, значит, и все они вот такие. То есть, как бы часть людей считают как прямой кривой, да, приблизительно? Здесь есть вот разные варианты. Можно считать, что это очень близко к прямоугольнику. Можно считать, что это трапеция. Значит, можно взять... Будем считать, что это прямоугольник. Будем брать значение в точке вот такой. Значит, пусть это будет вот так. Значит, это х1, это х0. То есть, n — это конец н-ного отрезка. То есть, будет хn. Мы гадать все просто суммируем. Значит, а при n в большом, xn на sb совпадает. Значит, это некая конечная сумма. Значит, а теперь мы возьмем и будем увеличивать количество отрезков. То есть, n — большое, просто n — и бесконечность. Значит, тогда вот эти прямоугольники, они будут все ближе и ближе повторять эту кривую. И если этот предел существует, то мы получим значение такого интеграла. Не будем сейчас останавливаться на том, для каких функций этот интеграл существует. Он не для всех. То есть, можно построить функцию такую, что этот предел не будет существовать. Мы сейчас не будем этим заниматься. Но геометрически площадь под кривой — это есть значение такого определенного интеграла. Это означает, что взяв интеграл, зная скорость в начальный момент времени, мы можем знать нашу скорость в какой-то момент времени МТК. Так как скорость и путь связывают похожее соотношение — это есть скорость. Я здесь опустил значок вектора, будем считать, что у нас 0 — прямое движение. Точно так же можем это есть начальное исключение, то есть интеграл от скорости. Интеграл от скорости, если мы отдадим значение сюда поставим, мы получим С нулевое плюс ВТ плюс двойной интеграл. То есть таким образом, зная начальное положение, начальную скорость, время движения и ускорения, мы можем просчитать пройденный путь. Значит, нас интересует путь вдоль меридиана и вдоль экватора. Для этого нам нужно измерять ускорение в плоскости движения. Доположен, что у нас есть такая конструкция, значит, платформа, которая всегда горизонтальна. Значит, это означает, что когда мы двигаемся, значит, а при движении, значит, по сферической поверхности горизонтальная плоскость, она касательно меняется. И у нас есть такая платформа, значит, у нее есть направление политикально, оно каким-то образом поддерживается. Здесь установлено два ньютонометра, которые работают вот примерно по такой схеме. Значит, соответственно, они меряют ускорение двух перпендикулярных направлений. И вот таким образом, проинтегрировав, мы можем всегда посчитать смещение. Вот. И таким образом, зная координаты начальной точки, откуда мы двинулись, мы можем посчитать, значит, выяснить, где мы оказались. Подобная схема была реализована в начале XX века в железе. Вот. И здесь нужно отметить две точки, которые, значит, споры продолжаются до сих пор. Что же такое инерциальная навигация? С одной стороны, вот, как бы, в принципе, вот этого устройства заложена механика. То есть есть, значит, сложное механическое устройство, которая, значит, платформа, на которой установлено два прибора, меряющие ускорение, измеряющие ускорение. Значит, здесь система, которая поддерживает, значит, плоскость в горизонтальном положении. Вот. И происходит интегрирование ускорения и таким образом исчисляется пункт. Вот. Но есть несколько нюансов. Значит, во-первых, измерение, скажем, вот здесь смещение, оно происходит не точно. Это раз. Значит, дальше. Коэффициент пружины. Значит, это величина, которая тоже точно неизвестна. Это два. Потом, значит, идеально горизонтировать платформу, значит, тоже нельзя. Это три. Четыре. Значит, установить два актеллеробетра ньютонометра, значит, под углом 90 градусов, значит, тоже нельзя. Всегда есть какие-то небольшие ошибки. Вот. И это означает, что исчисление происходит с какой-то ошибкой. Вот. Теперь посмотрите. Значит, где сидит вот эта вот измеряемая величина? Значит, она сидит в ускорении. Значит, а это ускорение интегрируется. Значит, что будет, если мы вот сюда в z добавим ошибку? Однитивную ошибку. Однитивную ошибку. Неизвестную. Значит, вот в этом регале. Значит, появится. Значит, если считать, что это два числа постоянных, мы их вынесем за скобки и получим... То есть мы получим, что определение, значит, пройденного пути, оно растет со временем. Так вот, значит, эта известная особенность инверциальных систем – это уход со временем. Это речь идет об автономных, значит, инверциальных миграционных системах, у которых, значит, никакая информация извне не поступает. Причем здесь, значит, есть такая интересная особенность. Для определения, значит, высоты здесь есть еще один акселлировер, не донамитный, значит, а в него входит измерение силы тяжести. Значит, ну а теперь в силу того, что платформа перекошена, значит, вертикальный ньютонометр установлен не вертикально, значит, а с некоторыми угловыми ошибками, значит, в его измерение прорезают дотовые перегрузки. Вот. И определение, значит, высоты происходит с очень большой погрешностью. Значит, такой вертикальный канал у инверциальных миграционных систем, он очень быстро ошибка. И вот, значит, это как бы одна схема такой автономной миграционной системы. Есть еще другая идея, которая, кажется, она совсем отлична от этой, но в основе лежат все же принципы. Мы сейчас пронаблюдали свойства гироскопа, быстро вращающегося твердого тела, значит, это сохранение направления, да? Значит, теперь представьте себе, что у вас есть два устройства на борту корабля. Значит, большой толчок развитию приборной части самой дала именно морская навигация, потому что самолеты в то время еще не были, как авиация так развита, а для навигации кораблей уже нужны были новые приборы. Вот. Представьте себе, что у вас есть одно устройство, которое запомнило вот это направление в тот момент, когда вы начинаете двигаться. И есть второе устройство, которое в любой момент, значит, отслеживает вертикаль. Значит, здесь нужно, значит, сказать, что такое вертикаль. Значит, вертикаль, как бы, сама по себе, значит, она не имеет смысла. На самом деле, вот, пока мы считаем, что Земля круглая, значит, вертикаль, мы в точке взяли касательную плоскость, восстановили перпендикулярную, значит, это вот есть вертикаль. В основе приборов, которые вот запоминают, значит, направление, ну или гироскоп, значит, в основе устройства, которое указывает все время вертикаль, географическую, значит, тоже лежит гироскоп, только принцип действия чуть другой. В следующий раз расскажу, но чуть более подробно о принципе действия уже непосредственно вот этих приборов. Вот, вы смотрите, получается так, что у нас есть два направления, значит, одно направление по вертикали, а второе, то есть вот эта прямая параллельная этой, соответственно, вот этот угол, да, и вот этот. Так? Значит, если мы его померили, и на что его надо умножить, чтобы получить это? Примерно на радиус, то есть при движении вдоль беридиана, значит, если мы измерили, значит, угол, на который фактически повернулась, значит, вертикаль, умножен на радиус Земли, мы знаем их, которые мы прошли. Так как? Откуда эта формула берется, значит, если сделать вот так вот, провести, и вот этот катик, вот этот треугольник, значит, есть гипотеноза на синус угла. Значит, когда угол будет маленький, значит, синус, можно считать равным углу. Значит, а так как это маленькое, значит, можно считать, что вот это вот расстояние есть радиус. Это получается такая проблема. Вот. Здесь будет синус половинного угла, так как это, значит, половинка, ну, наверное, изменение угла, можно считать, что это пройденный путь. При движении по широте, значит, нужно делать немножко по-другому, потому что Земля же крутится, вот, к нам в собственном движении еще добавляется вращение Земли. Здесь нужно иметь часики. Вот. Прошло какое-то время дельта t. Значит, широта будем считать, что она известна. Изменения. Вопрос такой, значит, что посчитает, какой, значит, угол будет измерен между, значит, направлением угла, где этот угол находится, вот, как вертикально поменялось. Смотрите, здесь радиус, значит, умножается на изменение угла. Здесь, если мы радиус умножим на изменение угла, что будет? Этого будет недостаточно. Значит, надо, то есть, как бы, в абсолютном пространстве у нас еще вот так поменяется, как бы, это угловая скорость вращения Земли. Вот. Значит, но при этом, значит, радиус у нас, как бы, в широте, он еще поменьше немножко. Вот. То есть, на основе двух приборов, которые, значит, имеют измерение изменения методикали, тоже можно исчисление путевать. Вот. Значит, это, как бы, две схемы, они механические, потому что, значит, есть некий механический прибор, вот, есть некие уравнения, там, значит, и формула для вычисления пути. Вот. Но, в основе всего лежат какие-то счетные устройства. Если мы вернемся к этой железянке, значит, к платформе, на которой, значит, установлены акселеры. А тут, значит, возникает вот какая, значит, особенность. Есть система координат, которая связана, как бы, с непосредственно с прибором, с железом. Вот. Отзовем ее вот так вот. 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 Но вычисления все происходят в компьютере в каком-то бортовом вычислите. Вот. А это означает, что есть еще, как бы, вот такая вот система координат, и более того, здесь вот эта точка реальность, реальная точка, значительный центр инверциальной реанимационной системы. Есть еще другая точка. Значит, это образ точки М, который сидит в компьютере. Вот. Значит, так как все учрение происходит в компьютере. Вот. Как показала практика, значит, точка реальность штрих отличается, и вот этот штрих тоже отличается. Вот. И здесь наступает такой информационный подход. Значит, оказывается, что разницу между вот этими системами, значит, ее можно описать между диффициальным уравнениями. и поведение относительно другого, каким-то образом описать и оценить. Вот. Вот. Значит, здесь в чем возникает сложность. Значит, представьте себе, что мы взяли рулетку, значит, хотим померить длину этого стола. Значит, взяли рулетку, значит, и получилась у нас какая-то длина. 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 Взяли потом другую рулетку, значит, и померили, что мы получим. Некто другую длину. Значит, мы получим какую-то другую. Если мы возьмем третью рулетку, то мы получим еще одну длину. Ну, у слова есть же длина какая-то. Это означает, что можно написать вот такое уравнение. То, что стоит в левой части, значит, это называется измерение, а то, что стоит в правой части, это истинная величина плюс какая-то ошибка. И вот какой вариант, как на основе многих измерений определить, какая же все-таки длина стола. Значит, здесь нужно принять такой факт, что настоящую длину стола мы никогда не узнаем. Значит, то, что мы можем узнать, это называется оценка. Значит, когда речь идет о величинах, которые не меняются, значит, самый простой способ, но есть у нас рулетки такие примерно с одинаковой погрешностью. То есть, когда вот эти величины, дли-дли-один, дли-дли-два, дли-дли-три, то есть они удовлетворяют определенным статистическим, в определенных границах ложатся. Значит, можем взять все эти самые сложители, и поделить надо. Главное, это называется оценка. Значит, оценка длины стола, она вот такая. Значит, эта процедура называется осреднением. Мы просто взяли все измерения, которые у нас были, значит, сложили и поделили на количество измерений. Значит, это хорошо работает в том случае, если вот эти погрешности в среднем равны нулю. Значит, если вдруг есть какая-то закономерность, то она пролезет в этой оценке. К примеру, во многих телефонах есть акселеромер, который позволяет, собственно, когда игральчик меняется, значит, там стоит прибор, который показывает, где же находится G. Вот если, скажем, мы подключимся к этому акселеромеру и начнем писать его показания вот в тот момент, когда телефон лежит абсолютно неподвижный. Понятно, что за короткий отрезок времени, ну, как бы, G не настолько поменяется, чтобы там показания сильно изменились. Значит, ну, значит, мы обнаружим такую интересную... Значит, я, как бы, специальную ответку смычу на G. Вот то, что будет показывать телефон, оно в лучшем случае будет выглядеть вот так. Значит, это означает, что тот датчик, который сидит в телефоне, значит, он помимо вот такой вот погрешности вот такой вот дыль, значит, он еще имеет какую-то линейную погрешность. Ее называют линейный тренд. Это в лучшем случае бывает и хуже. Вот, значит, смотрите, получается так, что... Вот здесь... Я... Это нехорошо. Пусть будет сок. Значит, T будет на штрих измерения. Значит, это есть истинная величина плюс какое-то смещение постоянное. Значит, это у нас константа. Вот, например, у нас есть три вулкции. Дэль, 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 какой-нибудь... Такой буквы Тр... Прямо, так сказать. На время. То есть, оно со временем умеетнее. Значит, еще плюс какой-нибудь... Значит, вот такой. Который вот в среднем такой нуль. И как раз здесь вот искусство решения задачи навигации заключается в том, чтобы правильно построить математическую модель самую систему. Значит, измерений, точнее, измерения приборов, которые на ней расположены. И это учесть при вычислении. Вот. Значит, казалось бы, вот если мы возьмем объект «самолет», у него три степени свободы. Значит, это три координаты и три угла ориентации. Значит, и казалось бы, что в вычислителе должна решаться создать систему шестого порядка. Значит, на самом деле, количество... Все эти подрежности, их нужно оценить каким-то образом. Значит, и вектор... То есть, вот параметров, которые определяются координатами угла ориентации, значит, добавляются еще в несколько раз больше таких параметров. Вот. Это настоящий самолетный прибор. Вот. Значит, что он делает? Вот самолетик, он показывает его положение самолета. Когда он начинает так вот отклоняться, значит, у самолета есть как бы три угла ориентации, которые имеют следующие названия. Поворот относительно вертикальной оси, значит, вот такой угол. Плоскость. Значит, это как называется? Курс. Значит, это курс. Вот. Значит, есть угол, который определяет поворот относительно, значит, такой продольной оси. И вот такие вот движения. Как вы думаете, как он называется? Что происходит с самолетом, когда он делает? Наклон. Крен. Значит, это угол крена. А есть еще угол, который отвечает за поворот относительно второй оси. Крен. Значит, он сильнее всего заметен при взлете и посадке. А самолет делает так. И вот так. Значит, угол в вертикальной плоскости, вот так вот, значит, это называется угол крен-ангажа. То есть курс крен-ангаж. Три угла, которые определяют ориентацию самолета. Так вот, перевернем обратно. Значит, при, как бы, вот таких вот движениях, значит, самолетик остается неподвижен, а вот эта вот, как бы, шкала, она начинает, значит, меняться. Она показывает тангаж. То есть насколько, по отношению, да, к горизонту, тут, сзадом, значит, нос самолета. Вот. Вот. Отклонение самой, вот такое вот, оно будет показывать трен. Вот. Значит, прибор, это называется ариагоризонт. Здесь можно посмотреть, внутри находится гироскоп казанного адресика, по схеме примерно такой же. Таких приборов есть, есть, в несколько, вот есть первых, простые курсы вертикаль, они, собственно, отслеживали географическую вертикаль и могли курс показывать. Какие еще используются схемы инерциальной навигации? Я упомянул про то, что неправильное определение силы и тяжести ведет к тому, что плохо определяем высоту, и есть система такая, называется корректируемая инерциальная навигационная система. Когда на борту движущегося объекта стоят еще какие-то датчики, которые дают стороннюю информацию. Самые простые – это высотомеры. Есть высотомеры лазерные, есть баровысотомеры, которые по давлению могут измерить высоту. На машинах есть такой прибор, нодометр называется. Нодометр – он мерит пройденный путь. Если у вас есть одна информация, когда получено интегрирование ускорения, один путь, а второй путь, который получен с каким-то другим способом. По этим измерениям можно скорректировать те. Это примерно как, если у вас есть в линейке одного производителя, значит, у них одна точность, и у вас есть еще одна линейка, значит, у которой ошибка она каким-то образом другим устроена. Но в любом случае у автономных инерциальных систем, корректируемых инерциальных систем, в них ошибка копится, и если время движения какое-то продолжительное, там часы, значит, ошибка в определении местоположения, она может достигать километров. Значит, а это уже как раз те величины, когда визуальное определение местоположения, оно уже не работает. Вот. Тут еще, значит, интересно вот про что рассказать. Представьте себе самолет, значит, он на борту имеет такую, значит, навигационную систему, вот по аэродрому его увозят на тягачи. Вот его куда-то перевезли, потом еще перевезли, значит, потом отключился. И для того, чтобы определить, значит, направление, а что произошло за то время, пока он стоял. Ну, в общем, для того, чтобы начать движения, вот здесь сюда, то, что я стер, то есть такие важные два числа будут, значит, начальное наложение и начальная скорость. Для того, чтобы начать интегрировать показания, нужно знать начальное положение. Здесь очень важно, чтобы эта платформа в момент движения была очень хорошо горизонтирована. потому что если она будет горизонтирована плохо, то, значит, вот эти метанометры, которые должны быть горизонтальными, они будут мерить не боковое ускорение, а что-то совсем другое. Вот, значит, такой интересный экономический эффект, когда системы инерсальной навигации не корректировались с помощью спутниковых систем, значит, вот это вот время на выставку, на горизонтированную платформу, значит, на это тратилось порядка 30-40 минут. Значит, это означает, что самолет, который подъехал, готов взлетать, значит, он 30-40 минут стоит. Кто из вас летал на самолете недавно? Как часто самолеты взлетают? Ну, раз в 30 минут. Вообще они взлетают чаще, интервал между взлетом где-то 10. То есть, вот с момента, как вот эту задачу уже решать вот так вот не нужно, получилось так, что можно у аэропорта в лучшем случае, ну, одна-две взлетные посадочные полосы. Значит, там же еще садятся и взлетают, садятся и взлетают. Так вот, чем меньше времени тратится начальная выставка, тем чаще самолеты могут взлетать. Значит, то, что мы сейчас имеем, интересная, значит, особенность. Вот. Теперь я так подошел славно к спутниковым навигационным системам, значит, которые построены совершенно по другому принципу, вот, и имеют свои интересные особенности. Кто-нибудь слышал про спутниковые навигационные системы? Да. Мы думали, что это не было. Нет. А какие? Да, вот. Какие? Ну, GPS. GPS. А еще? GLONASS. А еще? Ну, по большому счету, крупных, так хорошо развертых системных билет, но первая система, когда ее начали создавать, значит, это была наша система GLONASS, значит, она, ну, у нас, как обычно, задумка была хорошая, значит, реализация не фонтана. Значит, ее начали создавать раньше, чем система GPS. Значит, есть еще, значит, европейская система Галильео, европейская система Бейду. Вот. Ну, Галильео в каком-то таком, значит, непонятном состоянии, значит, Бейду, скорее всего, запустится в полном объеме. Значит, в чем заключается идеология, значит, навигационных систем. Как бы, все называют, дайте мне сокращение, либо спутниковые навигационные системы, либо глобальные навигационные спутниковые системы. Значит, есть Земля. Значит, на ее орбите, значит, находится, значит, некоторое количество спутников. Значит, эти спутники получают определенный сигнал. И, скажем, объект, который, значит, оснащен спутниковым приемником, получая сигнал, там, нескольких спутников, значит, может определить свое местоположение и скорость с очень хорошей точностью. Что передают спутники? Скажем так, они передают в момент приема сигнала известную группу, грубо, дальность до спутника. Значит, соответственно, если у нас спутник есть один, вот это у нас приемник, вот это у нас спутник. Когда приемник получает прием от спутника, значит, с какой точностью он узнает местоположение этого спутника. Сфера. Значит, это сфера. Шарная сфера. Значит, если у нее есть сигнал от второго спутника, значит, это еще одна сфера. Значит, пересечение двух сфер – это что такое? Окружность. Значит, это окружность. А если третью добавить? Две точки. Две точки. Значит, для того, чтобы точно определить, какая же из этих точек, значит, нужно добавить четвертую. То есть, по-хорошему, полное созвездие спутников – это четыре, то есть, по четырем спутников можно определить свое местоположение. Но тут возникают, например, интересные такие задачи. Значит, при движении в городе, когда высотное здание, четыре спутника бывает невинным. Значит, может быть, видно там два, один, но это какое-то время продолжается. Скажем, при движении, скажем, в каньоне, когда высокие горы, значит, тоже видимость спутников – она хуже. Вот. есть разные способы определения местоположения скоростей на основе аппроксимации, скажем, по скорости. То есть, если мы, скажем, двигаемся, значит, вот в этом направлении, и мы знали, вот здесь вот свои координаты, значит, построили груз. И вот раз, вот в этот момент пропадают спутники. Ну, скорее всего, мы продолжаем двигаться вот в эту сторону, то, значит, можно строить решение дальше вдоль просто скорости. Ждать пока спутники снова не появятся, значит, мы это решение не скорректируем. вот. Значит, для того, чтобы… чем отличается эта система? Они отличаются, значит, частотами, на которых различаются сигналы, значит, орбитами, и, как бы, схемой расположения на орбите, значит. GPS и GLOAS, там рабочее созвездие 24 спутника, а, ну, там есть несколько запасных на случайных и быстрых. Вот. Значит, принципиальное отличие, вот, инерциальность сигмата спутниковых заключается в том, что спутниковое решение точнее, но, значит, оно содержит особенность в том, что, например, такие. Что произойдет? То есть, один спутник ушел, значит, второй спутник появился. Значит, произойдет, ну, небольшой скачок в определении координат. Вот. А для некоторых задач это очень критично. Вот. Это раз, но, как бы, самая грустная особенность, значит, в том, что, значит, все эти спутники, а, можно вырубить, как бы, извне, вот, а все эти спутниковые системы, это военный проект. Вот. Например, ситуация, в которой вы рассчитываете только на показания с точки какой-то внешней системы, она потом ба-ца отключается. Значит, в девяностых годах, значит, в СС было две частоты. Значит, это L1 и L2. Значит, одна из них была доступна гражданским лицам, а другая только военный. Значит, это означало следующее, что, значит, в одну из частот, значит, искусственным образом добавлялся шумовой сигнал, значит, который позволял свое местоположение определять с какой-то большой ошибкой, сотней метров. Значит. А частота, которой пользовались военной, значит, позволяла определять, скажем, свое положение с точки, там, до метра. Но сейчас, значит, оба канала открыты, оба доступны, но ничто не мешает, значит, эту ситуацию повторить, значит, запустить погрешность на оба канала. Вот. Это, как бы, один такой момент, который надо иметь в виду. Значит, а второй — спутниковая навигация не работает в помещении, она не работает, очень плохо работает в тем же горах, она не работает под водой и она не работает под землей. Значит, у нее есть задача, где, значит, нужно уметь определять свое местоположение. Например, подводные лодки. Значит, спутниковая система там не работает, значит, местоположение стоит определять, чтобы не уходить в другой океан. Вот. Я предлагаю сделать вот что-то. Значит, он раскручивается, причем он, значит, от этого отличается отчим. У него, видите, он как бы опрокидывается. Вот. Не, ну то, что он трясется, как бы, это ладно. То есть, видите, как бы нажатием вот этой кнопки он как бы специальным образом переворачивается. То есть у него в состоянии покоя у него центр как бы тяжести один, да, то есть он как бы у него внизу, значит, относительно оси вращения. Значит, нажатием этой кнопочки он переворачивается специально. Вот. Вот зачем это сделано, это я расскажу все вчера. Она не устроена. Единственное, должен предупредить. Вот, если вдруг кому придет в голову такие приборы срезать с самолетов самостоятельно. Значит, видите, вот здесь находится такая беленькая, значит, масса. Значит, здесь нет подсветки, значит, это светочувствительная масса. Значит, на тот случай, когда самолет двигается в полной темноте, ему нужно смотреть. Вот. Вот на таких приборах времен войны и где-то, наверное, 60-го года, значит, светочувствительная масса была радиоактивной. Значит, это не радиоактивный прибор. Поэтому вот самостоятельно такими раскопками лучше не заниматься. Вот. Теперь можно, смотрите, как тут устроено так. Здесь рычажок, который закрепляет ось. на то, значит, время, когда он все равно зафиксировался, можно снять дарственную надпись. Значит, это специальный подарочный прибор, значит, заведующему кафедрой прикладной механики, академику Александру Юлевичу Ишлинскому. Значит, тут стоит дата, 63-й год. Вот. Значит, Александр Юлевич – это один из идеологов инерциальной навигации, людей, которые очень большой вклад внесли в эту науку. Вот, смотрите, мы берем, раскручиваем. Значит, освобождали. Берите. Нет, не пальцем, снизу, снизу, да, поднимите, покрутите. Видите? Так, удождите. Эй, давай. Рамочки сложились. Упс. Сейчас, по-новой, дубль два. Давай. Значит, на самом деле, вот, смотрите, вот тот эффект, который я показывал про рамочки, да, значит, в тот момент, когда какие-то две оси вот так вот совпали, называется сложение рамок, значит, гироскоп приобретает совершенно другие свойства, как бы ненужные. Поэтому, если вы посмотрите сюда, на вот это вот устройство, видите, он обладает упорами. То есть у него рамки не могут сложиться. Это специально сделано. Ну, это крутится, вот, но, значит, вот здесь стоит ограничитель. Давайте поставим еще раз эксперимент. Так. Сейчас. Не той стороной. Будете его вращать? Сильно не вращаясь? О, да, держится. Сложились. Перегнул. Остановите его. А можно сделать... Мне кажется, просто перегибать не нужно, а не выходит из-за этого. Можно сделать вот так вот. Смотрите, сейчас мы... Нажмите сюда, легонечко. А теперь, если снизу, значит, он начнет выправляться. Можно даже выправлять? Можно. Попробуйте. Нет. Главное, это самое. Здесь вы как бы пытаетесь повернуть одну рамку, а у вас поворачивается другая. Ага. Ну, сейчас он уже... Он уже... Ну, еще есть. Сейчас еще раз его раскрутим. А вот нет никаких креплений, чтобы типа не вылетало? Что не вылетало? Ну, вот как он здесь, чтобы не складывать рамки. Нет. Здесь нет он. Нет. Все-таки демонстрационный образец, а не боевой прибор. Попробуйте сама. Можно на внутреннюю рамку надавить. А при одновременном нажатии? Попробуйте. Он будет и в ту, и в ту сторону крутиться, но он еще видите, он останавливается, поэтому... То есть тот момент, с которым он начинает поворачиваться, он зависит от момента вращения и от момента, который приложен к другой рамке. Если кто-нибудь видел ролик про японский мотоцикл, который, значит, сбивается там автомобилем, он не падает при этом. Можно сделать сейчас вот так вот. Сейчас будем имитировать... Не обязательно, чтобы он был вертикальным. На похожем принципе было построено направление торпедами. Значит, в торпеде стоял гироскоп. Значит, когда происходило прицеливание, значит, там сжатым воздухом раскручивался гироскоп, который удерживал направление. Вот. И, соответственно, там, когда, значит, волну меняли, там, болтали ракету, значит, по... ...определям сигнал там писали, вот... ...по отклонениям, значит, которые вот здесь вот возникали, вот, происходило выравнивание, как бы, удержание ракеты, торпеды по курсу. Вот. У нас в практике сохранилось, значит, железяк, который с настоящей ракеты сняли. Вот. Вот. Таким вот образом. Причем это устройство, оно, скажем, на самолетах, которые и сейчас используются. На самолетах, значит, Mi-8 такие стоят, а, если не ошибаюсь, Ми-76-ых. Вот. Хотя называется он, значит, у нее есть буковка «Б» в аббревиатуре, значит, и называется «Авиегоризон бомбардировщик». Ну, такое название. «Авиегоризон бомбардировщик». Собираем. «Авиегоризон бомбардировщик». «Авиегоризон бомбардировщик». «Авиегоризон бомбардировщик». «Авиегоризон бомбардировщик». «Авиегоризон бомбардировщик». «Авиегоризон бомбардировщик». «Авиегоризон бомбардировщик».